В начале ноября Павел Прилучный на неделю превратился в отца-одиночку. Его бывшая жена Агата уехала с подругами в Крым и классно там отдохнула. Тем временем Павел водил детей на различные детские аттракционы и в кино. Павел Прилучный вообще на редкость ответственный отец. Кстати, по одному из видео в сторис Павла стало понятно, что Мирослава Карпович точно в его доме не живет. Так как для того, чтобы заплести косички Мии, Павел водил ее в салон красоты. Если бы Карпович жила с ним вместе, то уж точно Мия заплела бы. Так что, не верьте желтой прессе. Короче, лайфхак для пап. Не умеешь завязывать косички, своди в салон. Тиман, ну что, нафуфырились мы все? Нафуфырились! Короче, нам Вика понравилась и мы пришли еще. Но мы уже не один. Никита. Литвуды! Так, еще раз. А один раз, типа, если я нажал и до Никиты еще раз выгнал, это можно так? Нет, только один раз снимать, один раз набираться. А, шо. Так. Нюнь, давай, гони. Взлетай. Нажимай и взлетай, Нюнь. Взлетай. Взлетай, нажимай, Нюнь. Не нажимаешь. Блин, вот я бы так и с такой штукой в детстве убил бы, конечно. Нюнь, дробачи их! Активней, ручками работаем, активней! Народ, ну как вам? Как киноха? Как называется, помнишь, Мия? Витма. Ну, не так и страшно, да? Не, не страшно. Да, крутой фильм, советуем всем. Витма. Собичка не стану готова к жизни я отдать, только лишь тобою обладать. Собичка не стану готова к жизни я отдать, только лишь тобою обладать. Субтитры подогнал «Симон»